всем привет привет одессе привет магнитогорску привет 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 тольятти 2 апреля где просить выступить а что мне делать в городе релки антропометрия с 490 94 значит полианты с креативным можно что угодно про кардио что-то не успел прочитать можно есть после тренировки практически сразу вопрос том что сразу вы можете есть достаточно быстрый сахара чтобы поднять уровень сахара а потом уже что-то посерьезнее я например после тренировки определенное количество времени но не могу есть не лезет просто саша кущук нормально живет работает никуда он не пропал где стан привет да терпим и нетерпим и мне все равно на них в общем но под присмотром врачей желательно делать кардио если у вас есть травмы потому что ну тут не навреди главный потому что в штатах абсолютно другое отношение к рисовым категориям вот и все они тяжелее как правило тяжелая атлетика мне понравилось с удовольствием буду заниматься когда буду здоров полностью ну стратегия у меня сейчас не очень сложная да то есть я действую по классической наверное схеме двух микроциклов в одном цикле вот большом вот и соответственно у меня за неделю проходит два микроцикла я прокачиваю под разными нагрузками под разными нагрузками прокачиваю значит два раза каждую группу мышц в неделю соответственно в один день у меня могут быть жимовые в другой день могут быть все упражнения на растяжку на памп и так далее здоровые ну проблем с плечом у меня стоит вопрос между тем делать мне операцию ну летом стоял вопрос делал же сразу на пера на операцию или нет но учитывая там определенные правила в биби мне необходимо выступить в этом году чтобы не потерять возможность выступать дальше там чтобы опять не проходить этапы российские все такое поэтому но если я сделал операцию я бы вылетел на год наверное из тренировочного процесса и восстановить восстановление потом ходишь на перевязке эта рука у тебя висит постоянно в общем поэтому я принял решение готовится с такой рукой какая есть в общем будем надеяться что как бы дотянем ну как начать качаться надо начать и выступать отлично карьера сразу начнется да чё я думаю о менс физике я в общем выступаю в менс физике тренировки могут быть тренировок будет может сколько угодно вопрос том можете ли вы ну восстанавливаться между ними все зависит от того как у вас правильное питание какой у вас режим делать кардио жир уйдет вопрос провисает даже не буду отвечать потому что это уже это уже баян вот странные вопросы категории значит сплит или full body и то и другое имеет место быть для каждого периода тренинга характерна своя нагрузка свой тип нагрузки сушка у меня начнется недели за три за три с половиной до соревнования кардио делаем чем питаюсь питаюсь достаточно разнообразно в основном это какие-то источники белка животного да и растительного плюс плюс значит клетчатка просто в достаточном количестве для того чтобы все это усваивалось за три недели я успею даже пересохнуть в будни работаю тренирую по вечерам тренируюсь тренируюсь иногда тренирую смысл бодибилдинга в достижении наиболее пропорционального скажем так атлетичного телосложения вот если мы говорим про бодибилдинг именно про как про телостроительство эффективнее конечно на плечи большое количество повторение потому что большие веса они скорее травматичны для плеч нежели чем эффективны все то могут могут быть некоторые тренировки но до максимальных лучшими доходить где-то 23 грамм белка там про наборе не у не увидел прошло сообщение тоже повторяем иногда повторяем сообщение не все стоит читать в москве жил пью протеины прибыться пью предтреники пью различные тренировки добавки для того чтобы на тренировке поддерживать себя средства для суставов пью рыбий жир пью витамины минералы фарма фарма это личное дело каждого кто-то без фарма тренируется кто-то с фармой тренируется ВЦА это уже аминокислоты с расщепленными цепочками предтреники дают хороший эффект непосредственно самой тренировки но с ними нужно быть осторожней потому что вы можете так уработаться на тренировке что потом не восстановитесь до следующей если вы натуральный спортсмен вам и даже если не натуральный спортсмен вы можете так себя загнать что потом будете в перетренированном состоянии то есть у вас моторчик не восстановится допинг-контроль существует только в различных видах спорта достижений то есть есть допинг-контроль фитнесе я всегда хотел выступить по бодибилдингу поэтому решил для себя и выступил но у нас вообще не принято говорить о фарме и это такой вопрос который лично касается каждого то же самое как и у нас все стесняются говорить там об алкоголе вот например конечно планирую проводить они сейчас проходят в клубе берег каждое воскресенье в 17 часов занимаясь 19 лет креатин в зависимости от его формы можно употреблять перед тренировкой я считаю что так если вы считаете человек принимающего фарму нечестным то вам придется считать нечестным весь олимпийский спорт в том числе и вообще весь спорт и всех спортсменов которые сейчас принимают участие в соревнованиях в тех видах спорта которые относятся к высоким достижениям силовым легкоатлетам и так далее всем известно абсолютно что допустим то же самое на какие-нибудь и лыжи марафоны и хоккей это самые вообще за химичные виды спорта я знаю случай что допустим специально получают инвалидность легкоатлеты и лыжники для того чтобы употреблять препараты которые увеличивают способность легких принимать кислород что значит честно честность она у вас в голове присутствует фарма это как бы для вас такой же самый испытательный рычаг который вам говорит ребята нужно работать она скрывает все ваши недостатки гораздо быстрее чем натуральный тренинг просто это риск это определенный риск это все равно что вот вы встали там условно говоря и принимаете для себя решение а вот сегодня там я выпью стакан пива или бокал лонг-айленда или три бокала лонг-айленда и потом вас там несознательном состоянии выносят из какого-нибудь бара проведу вот такую параллель жиросжигатели но это сложный вопрос потому что они очень индивидуально каждому подходят мне понравились гатовские жиросжигатели их использовал на сушке хорошо сливают и заряжают йохимбин две капсулы в день лип 6 я не понял если честно липо 6 меня он как-то не тронул да никак не относится мне например вообще лично без разницы кто там чем занимается кто каким образом все убивает просто я всем рекомендую что если вы что-то вас мысли какие-то посещают по поводу фарма лучше откажитесь от них да не надо заигрывать со своей гормональной системой да это всегда будет последствия иметь за всем нужно платить вот польский не пробовал за все придется платить и самое главное что как правило любители всякие делают это абсолютно неосознанно начинают жрать все подряд периодическое голодание это рабочая вещь абсолютно я думаю ваш знакомый не на липо 6 скинул до 68 со ста 7 ну вы должны четко учитывать все недостатки этого увлечения и ко всему прочему не особую законность учитывая что законодатель внес списки запрещенных веществ амболические препараты с террой как правило гормон принимают с перерывом срок приема такой же срок ну по крайней то что я читал про это в том числе в западных источниках воды выпиваю больше литра смотря в каком спортпите опять же если это какие-то стимуляторы теста бустеры если это корни л-карнитин если это креатин если это какие-то специфические продукты то конечно их нужно делать с точки зрения допустим бциамин протеинов то вообще никакого смысла нет такой же белок там аминокислот как в лишнее все может просто тупо выйти через системы эвакуации лишнего в вашем организме поэтому не нужно пальцем по этому поводу соревнования до накроется дорого конечно вы учитываете что это всегда поездки это всегда вот подготовка всегда спорт пин диеты и так далее так далее так далее взносы если до конца не восстановился но надо двигать тренировка такой смысл там идти и что-то изображать когда ты реально не можешь выработать вот эти рассказы про то что типа кровь из носа убей себя но тренинг не пропусти такая демагогия вообще такая такой бред просто наш смешной надо вижу эти мотивационные посты что блин убей себя но на тренировку пойди убьешься на тренировке хорошо по-моему спорт меланатан 2 работает ваш главный критерий пропускать или не пропускать это вы в рабочем состоянии рабочим вот если как бы что-то угрожает вашему здоровью это должно быть когда у вас перетренированность получив если как бы перетренированность у вас присутствует то вы можете опустить до такой степени ваш иммунитет что потом как бы уже не восстановитесь можете заполучить заболевание на какой-нибудь начинает сердечном касающий ну либо просто подхватить какую-нибудь инфекцию на улице который раньше организм воспринял бы спокойно абсолютно вот по поводу шуток про мэнс физик но у нас просто такой менталитет еще сложился в стране что у нас все новое да допустим интересно чем-то отличающиеся воспринимают как-то в штыки вот 294 и естественно как бы я иногда шучу там тоже по этому поводу что как правило шутят люди да которые там как у кота виталия виталия там не что-то в этом духе либо просто как бы не очень далекий умом либо они как бы жирным поросем как бы ты стать сможешь если ты как бы высушен чувачок атлетического телосложения а вот если ты порась вот это будет сложно конечно для тебя намного сложнее для сердца до тринитромедозол есть сердечный препарат когда очень серьезные нагрузки подготовительные когда каждый день тренировки конечно лучше свое сердце защищать особенно если это рекомендуется всем атлетам старше 27 лет примерно то есть как спорте вот поэтому а мне все таки уже 33 года поэтому приходится пить как-то защищать себя уже то есть ребоксин мелдранат до известные препараты но по мелдранату спорное мнение по ребоксину вроде бы действует но дозировка тоже должна быть соответствующая но у меня три образования первое образование юриспруденция второе мировая экономика и третье соответственно управленческая до нечто вроде бери соответственно но плюс два диплома языковых нет мировую экономику заканчивал дипломатической академии мид до чего голубочки не недавно очень давно обсирал их мы с голубочкиным нормально абсолютно общаемся при встрече обсуждаем как бы общие вопросы и бодибилдинга и набора камни сушки так вот при личном общении абсолютно адекватный человек норму разные говорят говорят 6 килограмм в зависимости от потребностей если надо я там не знаю точно сколько жир там солью могу в принципе за пару недель килограмм 10-12 потерять спокойно а 120 кг при каком росте 44 килограмма в год это очень хороший результат то есть если у вас получается так я вас поздравляю вес у вас великоват если это мне кажется лично рекомендации по тренировку следить за сердцем очень за суставами за сердцем вот это два фактора риска который ближе к 40 беспокоит атлетов не успел прочитать ребяту последние три сообщения делаю кардио диету держу использую жиросжигателя делаю тренировки такие на выжиманию углеводов геликогена казахстан привет даю онлайн консультации но в связи с тем что это как немножко ведет в разряд с моей занятостью естественно я это предложу на платной основе алматы привет личную встречу либо через skype ребят у меня есть сайт сильверстов rocks пишите пожалуйста заявки либо пишите мне в контакт можем абсолютно как договориться без проблем так по поводу приемов пищу день стараюсь стараюсь есть раз пять но естественно получается по разному когда уж совсем себя возьму заглотку в режим войду начинаю есть как следует и вроде бы получается даже особенно сушки меня когда последний предсоревновательный режим шансов нет поэтому заставляю себя есть ребят ну химия не мой профиль но спросите какой-нибудь действительно ну подготовленного атлета специалиста в этом да или доктор лучше всего прием не учитывая обычно просто допиваю протеин между приемами пищи чисто поднимаю белка а тут спросили что-то про миронова спрашиваем как я к нему отношусь к серёге отношусь крайне положительно у меня получилось с ним на тайских каникулах познакомиться поближе оказался нормальный парень адекватный вот очень приятен вообще не умен хорошая компания такая вот я я с ним с удовольствием потусил там и пообщался бы погулял и потренировал уж тем более потренировался пресс качаю конечно обычно на подготовку через день качаю я и воркаутеров воспринимаю как спортсменов это отличный вид физической активности у меня нет конкурент вообще я не воспринимаю людей как конкурентов это мои товарищи по цеху а кто же он сказал что миронов начал курить то что там на этой дурацкой группе его выложили с сигаретой но выкрою человек сигарету еще он по он столько в зале пашет что сумму и столько кардио делаю что эффект от этой сигареты как слону дробинка это меньше а быть зашоренным там каким-то человеком упершимся какие-то свои правила вот какие-то непонятные догматы там да такие человек такие люди которые там себя во всем ограничивают строить все догматы держат себя в черном теле они в конечном итоге либо становятся наркоманами либо алкоголиками либо психопатами мое отношение к курению как к системе негативные я не курю но я русский человек иногда по поводу я могу себе позволить немного алкоголя да я для этого собственно не веду в трансляции чтобы на вопрос на ваши отвечать ничего страшного в пиве не вижу если вы помните арнольд шварценеггер даже сказал свое время что там молоко это там для сосунков я люблю пиво вот он конечно австрийец там близко к германии в культурной традиции пивного питья но я не вижу в этом ничего зазор ребят можно в принципе заниматься как бы такими всеми вещами не делайте просто из этого культа да не занимайтесь отравлением себя даже большое количество молочной продукции приведет к тому что она станет вредна для вас если там будете много сладкого хотя она очень вкусный полезный в принципе быстрый сахара то бывает вот поэтому во всем нужно быть должна быть мера точно так же как и вот принцип золотой середины я сейчас не рассчитываю просто стараюсь максимальное количество еды поглощать которая у меня влезает влезает меня немного поэтому мне как бы нормуль в армии в армии офицер запаса капитан запасе ну в общем у меня уже давно я заявлял о том что у меня выйдет в шестнадцатом году три линейки одежды она бы касаться воли императора бренд будет поэтому собственно можете нам на страничке на мои промообразцы увидеть белка должно быть достаточно а угли это как бы основной механизм как бы регулирование обмена веществ свою форму вы регулируете когда за счет воды углей вот и физической нагрузки в том числе кардио какие-то диеты когда там белки одни живешь я где-то вообще очень спорно отношусь таким радикальным просто на сушке да на сушке убиваешь абсолютно углеводы начинаешь не углекогенез у тебя происходит начинаешь вырабатывать уже из белка энергии так шпаку я замечательно отношусь несмотря на его очень экстравагантную внешность как человеку он достаточно интересный глубокий с ним интересно общаться как бы смотреть на людей с точки зрения развешивания ярлыков и видите какие-то так внешние признаки меня уже жизнь как-то отучила не в том я возрасте чтобы ходить давить всем эпитеты такие нелестные про сплит недельный но я рассказывал вначале просто про сплит там он из двух микроциклов состоит каждую группу мышцы я два раза захватываю на неделе ну нормально пьете в общем мне 33 года вот девушки с вами тайских пить нельзя есть у меня один хороший знакомый профессор атаманчук ему сейчас уже 90 с лишним лет он до сих пор же здоров вот у него всегда существовало правило трех стопок на любом мероприятии вообще на любой там вечеринке на любом на любой свадьбе на любом банкете он выпивал не более трех стопок чистого алкоголя крепкого и больше не пил этого им было достаточно чтобы почувствовать себя в этой атмосфере расслабленным чтобы до него не докапались давай выпьем ты меня уважаешь и так далее и сохранить здоровье алкоголь это такой же стимулятор как и кофеин это алкалоиды тогда кофе тоже отравлю кофе тоже как бы записывайте туда же это алкалоид давайте просто нужно в природу вещей смотреть более скажем глубоко да это не кофе а почему кофе вы пьете чашку алкоголь бутылку сразу кто вам это кто вас заставляет это делать вот скажите мне пожалуйста зачем вы себя травить без особой надобности не имеет никакого смысла пить энергетики те же самые это тоже вредно как любые любые стимуляторы любые психостимуляторы любые психотропные препараты любые стимуляторы сердечно-сосудистой активности ну даже не сердечно-сосудистой активности а повышение скажем так ударов в минуту они приводят к тому что а какой-то раз энергетика очень хороший сразу видно что вы в теме не разбирает дело заключается в том что стимулирую какими-то препаратами продуктами там субстанциями извне свой организм вы не даете ему энергию то есть вы не потребляете энергию да вы просто расходуете ту энергию которая находится у вас это все инициаторы процесса медиаторы скажем затрат внутренних вот и она уже потом не восстанавливается но я стал выступать в категории мэнс физик значит в 32 года поэтому после 25 есть шанс жизнь не закончена после 25 но он не знает о чем говорит они был достаточно таком уровне уже скажем медийности и почитаемости до когда он мог позволять себе говорить все что он хочет не не обращая особо внимания на какую-то общественное мнение скажем он скорее во многом его формировал по крайней мере в той среде которая на него обращал внимание и он этим очень активно занимался тем более что ему нужно было всегда развивать образ такого знаете ли сильного нерушимого терминатора варвара там и так далее то есть это его тема если вы читали как биографические автобиографические книги прошиваться неггера там очень много интересных вещей по поводу его написано по поводу его сотрудничества в том числе с Джо Вейдером но я не берусь для меня Арни это такая противоречивая фигура с одной стороны я почитаю его как собственного кумира почитаю как кумира да и именно во многом благодаря ему в том числе я пришел в спортзал и начал качаться но с другой стороны как человек мне кажется он бы не понравился но это не самое лучшее место доказывать мне свою правоту какими-то высказываниями громкими там проект и так далее и так далее ну пресс вы там посмотрите когда тренировка будет после шрагов ну шраги я не знаю чем посоветовать от боли от боли хорошо поможет вам теплая ванна анальгин аспирин и возможно какое-нибудь вентонизирующее свойство типа как троксилозима там например может как бы снять немножко напряжение раньше в хоккейных там школах всяких пили анальгин значит мед лимон горячий чай укутывались два спортивных костюма и под одеяло за ночь пропотевали и молочкой у себя выходила но вот кстати перед соревнованиями очень многие атлеты принимают перед выходом на сцену коньяк для того чтобы расширить сосуды и увеличить приток крови к мышцам но и видимо снять напряжение параллельно еще как такая профилактика от всяких спазмов мышечных и так далее сауну да опять же в меру если вы слишком много будете пересиживать сауне то у вас сердечко может зайтись до после каждой тренировочки 15 минут для того чтобы прогреться для того чтобы поднять уровень обмена веществ можно посидеть вот детей пока еще нет нет у меня не было периодов ожирения какого-то никогда я всегда занимался как каким-то видом физической активности спортом сейчас одна тренировка в день во время подготовки взять нахожу на массаж мышцы нужно разминать везде у нас 394 да можно конечно все вопрос там регулируйте как бы одновременно сжигать жиры набирать вес от конечно миф такой ригер тренирует он приезжает здесь устраивает семинар по в клубе пахарь какой-то на какой-то базе так он был называется там будет на этих выходных кстати обещал прийти на волю императора вот на тренировку открытую мари ну садику делали крутой массаж действительно он как бы работает вопрос в том что если у вас нет какой-то части тела там никакой массаж не поможет сделать генетически до сотворить их друг то есть это как фантастика весной весел вот на взвешивание вообще был 81 82 килограмма на сцене где-то я был наверно 80 84 ну чтобы не соврать может 85 максимум вот это следующего еще проект это дает дожить надо линия одежды да будет в шестнадцатом году вес мэнс физик в мэнс физик есть ростовые категории соответствии с ним уже рассчитывается по формуле вес атлета который должен быть у него при данном росте у меня сто восемьдесятый раз да мы согнать то можно за неделю провлекаешься не увидел сообщение ну летом я не знаю как бы найдем дима не рассказывал пока за своих планов на лето но у него интересненько есть проект он человек креативный от них но я двух таких креативных людей на среде это как ляев клоках все на к для набора углей ну грамм 4 5 6 там в общем белков грамма 3 как ну стригу периодически использую масло для бороды по необходимости как за волосами причесал пошел желательно мыть да конечно бороду вопрос очень важный с лохмоченной бородой выйти тоже кошмар я не мог совладать бородой на тайских каникул там очень высокая влажность была воздуха и она у меня стояла как у деда назаял такая с ней невозможно ничего было сделать это был конечно шоу да все углеводы надо считать некоторые еще разделяют по калорийности тогда прием в зависимости от типа воды там белков я не считаю калорийность когда набираю сушусь я просто как рассчитываю количество натрияна их принимаю пока что мне вот хватает этого то есть остальное все я по форме ну чисто визуально спокойно оцениваю какая форма у меня держится секре что нужно сделать для того чтобы изменить да служил я ну если не лезет как заставлять себя есть желательно можно употреблять какие-то ферменты пищеварения кто там пишет о миша 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 ну про майку программку еще и на дате расписать у меня тут время вообще в обрез вот решил поговорить хоть с людьми ну обычно перед тренировкой после тренировки до вас это устраивает кардио если а на сушке желательно конечно натощак бегать нет я капитан все-таки вооруженных сил российской федерации имперский штурмовик ну за месяц это водичка наверно там еще но в принципе реально набрать так-то до килограмма без всякой формы спокойно можете набирать я верю в нечто высшее нет занимаюсь работаю привет букет я уже по вам скучаю хорошо было у вас работаю в компании энергетического сектора советникам консультирую по управлению проектами ну что может как говорил став бендер может быть вам еще и ключи дать от квартир где деньги я понимаю что есть часть как жизни который может быть публичной и вся жизни которую не имеет смысла она не относится к делу в этом году буду выступать но практически уже через месяц на арнель классик сша а потом уже посмотрим зависимости от того как будут там как выступлю на классик буду уже смотреть смотреть выступать там на российский чемпионат я считаю год линдовер тоже об этом говорю что кардио можно делать и на массе массе нет я не а и биби про зал хочу открыть но это все связано опять же с какими-то обстоятельствами финансового характера и организационного опять же потому что за выиграны практически все крупные чемпионата в россии про карту не дают это не америка когда перед перед приседаниями желательно делать как перед каждую желательно делать кардио потому что извините вопрос сбивает немножко и соответственно хотя бы потому что у вас включается механизм смазывание суставов механизм выделения синавиальной жидкости вот если на сушке перед кардио мы делаем кардио одно для разминки другое для сушки ну шевелить над ножками в общем даже десять минут если вы покрутите педали у вас все суставы организма начнут смазываться гораздо лучше чем до этого года просто это как бы такая протекторная функция включится пока приходите еще это уже другая тема линдовер говорил что лучше всего делать кардио закручивался на он говорил почему это уже в другом контексте для того чтобы снять как бы зажатость спазмы мышечные в том числе загнать кровь по большому циклу именно поэтому он рекомендовал делать после я после тренировки на ноги всегда бегаю минут 15 или кручу педали потому что это уменьшает болевой синдром в разы вот Саша действительно спрогрессировал да но у него бывают моменты когда он нестабильно выступает просто вот я думаю у него в дальнейшем все будет намного все лучше и лучше да поэтому я мне очень нравится его прогресс вот он действительно очень эстетично выглядит сейчас Азаман Хагбердиев в воле это один из моих лучших товарищей в том числе в связи с этим проектом он первый кто поддержал проведение тренировок воли у себя на родине вот я его за это очень люблю и уважаю я люблю все виды спорта потому что я люблю физическую активность вот я считаю они все имеют место быть вот вот и поэтому у меня любое к любой активности отношение крайне хорошее Азамат из Благовещенска вот а воля это мой проект воли императора социальной это открытые бесплатные тренировки для всех желающих то есть я прихожу и тренируюсь со всеми желающими кто хочет потренироваться пообщаться вот при приобщиться к спорту да вот ну и делюсь то что мне нравится ну то что своими знаниями скажем в этой области кому то они помогают вот я не говорю что я там семь пядей во лбу и знаю все я далеко не все знаю но за те слова которые я говорю я как правило отвечаю вот проект вы можете зайти как бы на сайт воли императора там есть манифест опубликованный проекта в котором вы можете прочитать все что там написано сайт называется по-русски в русской доменной зоне воли императора точка рф вот волосы как у принца георгия зачем они мне это хорошо что вы потеете на силовой тренировке не потеет только мертвецы вот значит у вас высокая интенсивность вот тренировочного процесса и это большой плюс а вот у нас вновь присоединившиеся спрашивают сколько мне лет мне 33 года любимый вид оружия вал винторез отличная штука целеверстопрокс это как бы мой сайт бойцов нормальный молодой парень хорошую форму у него тренируется хочет действительно как бы что-то делать активно занимается какой-то странный вопрос можно и не буду отвечать да я тоже как бы изменил свое мнение о нем то есть а белоношка классный парень я вот я дико очень люблю вот мы с ним вот весь сезон прошли весенний просто он и как бы и смышленый тоже он человек не совсем из спорта он имеет там гражданскую специальность профессию пришел в менс физик достаточно в зрелом возрасте то есть он в 32 года 31-32 года вот так меня тут любимая позвала так что господа я вас покину ненадолго тоже что это это что это не это это я не это это Играет музыка Мамефик О, всем привет А что в каникулах? Я вернулся Сколько лет в железном спорте Ну, он начал заниматься с отягощениями, со штангами Со всякой такой ерундой В 13 лет Да как? Бадюк на своей волне Он много, в том числе Ну, его деятельность, как я Себе вижу Находит отклик В массах Он многих людей Как бы мотивирует и стимулирует К тому, что заняться спортом Вне зависимости от того Его там последнее время пытаются троллить Что-то наезжать на него Да, бог с ним Человек делает свое дело Он Привлекательный образ спорта создает Какой-то нормальный образ жизни Меня спонсирует мой кошелек Расшифруйте, пожалуйста Я вот Глуповато не могу эти аббревиатуры Общаюсь А у меня поводов Ну, по мере возможностей Если он со мной общается, конечно У него там свои дела А меня никогда с Хадлаус не спонсировал Мы с Николаем, как бы Бычковым Хорошие товарищи Мы с ним общаемся Как партнеры Я уже познакомился с ним После Турниров весенних Ну, у нас ситуация в стране пока сложилась Что у нас есть много менсфизиков Которых спонсируют Какие-то бренды спортивного питания И так далее Но Тема в том, что Критерии оценки менсфизик Судейства Они Очень размыты Поэтому Спонсоры, как правило Не имеют возможности Гарантировать результат Своих вложений Каким-то образом Хэш такой сделать Зафиксировать его Поэтому Основную ставку делают На большой бодибилдинг Где критерии оценки Более или менее устоявшиеся И понятные Бцаху утром Не тащак не пью Генерал Мишка хороший Он на своей волне Какой-то там Стриптизи танцует Он вот весь в этом Он звезда такая Крутится Но он меня радует Он по крайней мере Он очень веселый Позитивный человек Вот Не делаю тест Даже калипером Не это Не зажимал складки Катя Самбука Я знаю Самбука Напиток такой есть Алкогольный Вот Любимый русский актер Серьезный вопрос Вы знаете Есть такой актер Очень интересный По фамилии Мехков Да Вот Который Ну вот он как раз Сыграл По моему В этом В служебном романсе Есть у них Замечательный фильм Там Дуэт Послесловие Называется С Данилом Плятом Они играли Как раз В дуэте Очень камерный фильм Очень трогать за душ Вот Ой Можно повторить Вот эту вот Расшифровку Все Спасибо Счастливо Звания Спортивные Абсолютный Чемпион Алекс Нет Не абсолютный Чемпион Чемпион В категории Выше 180 Четырех Алекс Фитнес Абсолютный Чемпион Северо-Запада И Санкт-Петербурга Абсолютный Чемпион России И Восточной Европы Абсолютный Чемпион Куб Кришанькина А звание Ну у нас Насколько мне Известно В последнее Время Афбб Не аккредитовано В Росспорте Вот На то Чтобы выдавать Звание Мастеров Там и так далее Вот Абсолютный Чемпион Это За выигрыш В абсолютной Категории Когда выигрываешь Среди Победителей Других Категорий Мы сотрудничали По жесткому Народ На ЧСВ Разводят По полной Программе Не Прикольно Ну Плечи Большие плечи Руки Это как раз Подойдет Для Мэнс Физик Любимый вид Единоборства Наверное Если брать По Именно Красоте Это Капуэра По Сочетанию Красоты И эффективности Это Дзюдо И самбо С точки зрения Прикладного Это Армейский Рукопашный Бой Высокоинтенсивный Интервальный Тренинг Нормально Отношусь Это же Как бы Интервальные Тренировки Все Я Наша Мать ОФП Нас всех Советские Собственно говоря По советским Программам Тренировали С детства Которые Включали В себя Высокоинтенсивный Интервальный Тренинг Но По крайней мере Я Сам По легкой Атлетике Выступал И Больбой Занимался И у нас И в том И в другом Виде Использовались Интервальные Тренировки К йоге Замечательно Отношусь Но Мне больше Нравится Стретчинг А че бояться Ну Делают Делают Хорошо Вот Так Посмеюсь Если там Действительно Смешно Будет Посмеюсь Владимир Минеева Встречались Я думаю Вот Есть Шансы Вообще В любой Конзиции При любом Росте Я считаю Лично Вопрос В том Чтобы Вы Смогли Создать Себя Вроде Ничего Про Коцин Больболь Заря Да Я Ко всем Хорошо Отношусь Вот У меня Как-то Я Для меня Все Ребята Которые Выступают Они Прежде всего Спортсмены Прежде всего Люди Которые Собрали Свои силы Кулак Вышли Выступать У всех Своих Характер У всех Своих Стараканов Голове Я Не Судья Кому-то Судить Кого Дневник Кача Не Смотрю Надо Посмотреть Мне Все Рассказывают Про Него Я Не Мерю Талию Какие Рост Плюс 7 Это Не Мэнс Физик Насколько Мне Известно Мэнс Физик Судит Те Же Сами Судья Что И Бодибилдинг Спасибо Это В зависимости Опять же От Роста Мэнс Физик Плюс 4 Это У Меня Плюс 4 Если Там Ниже Ростовые Категории У них Плюс 3 Любимая Марка Авто Там Много Хороших Машин У меня Дядя Очень Мудрый Был И Он Говорил Одну Такую Вещу Что Машины Все Хорошие Когда Новые Практически Все Я Не знаю Наверное В сравнении Конечно Я Не Сравниваю Классику Нашу Российскую С Каким Нибудь Лексусом БМВ Это Неуместно Тяжело Залезть Категорию Просто Человек Не Может Согнать Вес До Необходимо Значение Тренирую Людей Которые Во-первых Людей Которые Приходят На Тренировки Воли Императора Во-вторых Тех Кто Просит Частной Тренировки О том Чтобы Вести Как Атлетов Ну То есть Я в этом году Попробовал Осенью Выступить В качестве Тренера На Привез Своих Атлетов На Чемпионат России Ну Ноги Ноги Всегда Хорошо Вопрос В том Насколько Они Пропорциональны К телу А Мусора Говорили Что Очень Много Народа Собралось Да И Некоторый Народ Никак Не Участвует Смотрит И Занимает Парковочные Места Ну Короче Переживали Они Не Хотели Верить Что Просто Спортом Позаниматься Попрыгать Собралось Только Народа Да Нет Даже Когда Два У меня Не знаком С Я Я Не Очень Сильно Введен В этот Мир Спорта Я Знаю Каких То Я С Федоровым Знаком Я С Ешеньки Знаком Я Заочно С Емельянов Знаком То Есть С Инги Знаком С Различными Ну То С Тем Людьми С Которыми Я Выступал С Которыми Я Имел Общение На Чемпионатах Это Тоже Спорная Очень Вещь По Поводу Все Дружили Во Времена Арнольда И Сейчас Все Дружат Нормально Придите В Нормальный Зал Там Всегда Такая Атмосфера Царит Хорошая Качковская Те Помогут Там И Постебают Это Нормальный Коллектив Арнольд Он Сам Относился Ко Всем Как В Принципе К Способу Достижения Своих Целей По Большому Счету Они Были Партнерами С Тем Самым Вейдером И Создавали Вот Аф О Всех Остальных Они Как Материал Чисто Использовали Для Собственной Раскрутки Сейчас Большая Часть Оставшихся В живых Легенд Золотой Эры Находится Достаточно Плачевым Состоянием Кто В больницах Кто С ума Сошел Кто Спился Есть Конечно Очень Крутые Чуваки Которые До сих Пор И Тогда Были Крутыми И Сейчас Крутые Независимые Но Их Не так Много Я думаю Мальтодекстрин Интересно Пить Начиная С начала Тренировки Учитывая Глигемический Индекс Он Где-то Раскроется Уже Ближе К концу Тренировки Даст Дополнительное Скажем Так Обеспечение Организму Дальше Работать У меня В юности Группа Была Музыкальная Вот Учился На фортепиано Ну Как начал Учиться На фортепиано Руку сломал И все На этом Закончилось Мое Обучение Можно Протеин И перед Тренировкой И на Тренировке И после Тренировки Кэш доволен Я был В Тае На жаре В такой Компании Вообще Нет Я помогаю Готовиться Только Атлетам Которые Вошли В состав Команды Императора Вот Всем остальным Я оказываю Услуги На Обычной Платной Основе При тренном Нормально Отношусь Главное Знать Меру Не уходить В перетренированность Благодаря им Иначе Можно схлопотать Реально Утомление Переутомление Ну Должны Хотя бы Там же Где-то Выступать Что-то Делать То есть Вы должны Подходить По критериям Определенным Либо У вас должна Быть Уверенность Мотивация Потенциал Вы должны Показывать Свою Перспективность Это Во всех Командах Одни и Те же Требования Но Первые Люди Которые У меня Оказались В команде Это Были Люди Которые Приходили Ко мне На волю Императора Ну Лайки Они Как бы Вашу Форму Не Улучшают Один Недостатку Лайков Мне Это Конечно Приятно Спасибо Спасибо Одних Ваша Форма Лучше Не Становится Здесь Должен Объективный Момент Креатин Креатин Нет Нет Инсулин Не Не Калю Ел Ел Много Много Рис Много Индейки Сегодня Рыбку Ел Рыбку Во-первых Достижения А личные достижения Это прежде всего Хорошая форма То есть Если Я вижу в человеке Потенциал То мне естественно Хочется Чтобы он Участвовал На команде Стараюсь Просто питаться Раз в пять День Ну Если Брать Например Трибулус Да Какой-нибудь Но В дозировке После Четырехсот Действует А так В принципе Они Есть Даспарагиновая Кислота Хороший Бустер То есть Да Но Все равно Это Не может Сравниться С какими Комфемическими Забавками Не нужно Иллюзии Испытывать Что Вы сейчас Купите Теста Буста Меотест Какой-нибудь И вас Разнесет Потому что Пока человек Не уступает Он Не спортсмен Скорее всего Он не проходит Тех Скажем Этапов Которые Необходимы Для становления Личности Как спортсмена Да Потому что Те же самые Этап При соревновательной Подготовке Сушки Доведенные До конца Если Тема Доведена До конца Если Если Вышел На сцену Еще Достойно Себя Повел Вот Это Уже Отдельная История Все Что Не Закончено Это Все Такие Иллюзии Своеобразные Я БЖУ Считаю Я Калориями Не особо Увлекаюсь Все Верно Да Какой Смысл Делать Видео Про Спорт Пит Ну Если Только Информационное Видео Про Необходимые Добавки Вот У меня Сейчас Проект Атлетизм Запускается В том Числе Магазин Спортивного Питания Там Есть Я Сотрудничаю С несколькими Брендами Соответственно Которые Я являюсь Поставщиками Продукции Вот То Продукции 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 Можно выпивать какой-нибудь коктейль даже, даже можно гейнер выпивать, если нет возможности нормально покушать заранее перед тренировкой Все замечательно, вешу 94 Эктоморф, мезоморф, всякая ерунда, это маркетинговые трюки все Это вам для того, чтобы впарить что-нибудь интересное Вам будут рассказывать, как к особому виду относитесь Люблю пельмени, все детство с бабушкой лепил Ну, креатин, перетренировка пью, русский, русский Ну, смысл просто участия в команде Если вы занимаетесь этим, для того, чтобы пропагандировать спорт, участвовать в программе воли императора Каким-то образом поддерживать тех, кто участвует в команде То, конечно, вам дорога в команду Если нет, то смысл участия в ней, просто для вас, опять же К аниме отношусь замечательно Я в свое время рисовал, заканчивал художественную школу К фику Ночный память есть Поэтому я рисовал, даже оформлением занимался для каких-то сайтов аниме Когда-то, но в юности Салон Продолжение следует...